МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предместе есть плюс и минус. Большой плюс, что ты в ответе за свои дела и за то, что у тебя получилось, а не получилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если ты генеральный директор какой-то большой компании, ты можешь сказать, ну, акционеры с эдитеров мне не одобрил инвестиции, что не дали команду нанять, которую ты хотел. Тут нет оправданий. Одобряй, нанимай, увольняй, делай, что хочешь. И это большой плюс, он взрослит, потому что ты вынужден отвечать за свои поступки, за свои дела. Это мне очень нравится, и такой драйв реально создает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорт возвращается в мою жизнь. Вот пока я был 5 лет гендиректором крупных компаний, это изнашивающая история. Она не позволяет много внимания являть спорту. Сейчас возвращается в мою жизнь. Я опять начинаю заниматься теннисом. Активный виду спорта стал бортом, кайтсерфингом, который я очень люблю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый 20 лет моей карьеры был работал, ну, как наемный менеджер, да, топ-менеджером. И сейчас предприниматели. Вот ключевая разница – это количество времени в офисе. Примерно, наверное, 80 на 20, когда ты топ-менеджер, может быть, 70 на 30. Когда ты предприниматель, то ровно разворачивается наоборот. 20 на 80 или 30 на 70. Я раньше думал, что это такая российская фишечка. Предприниматели так себя ведут, потому что, ну, как-то какие-то пережитки 90-х. Сейчас я понимаю, что это абсолютно актуальная история, потому что без... ну, бизнес делается через людей, да, и на контакте. Я постоянно стараюсь какие-то инновации в тайм-менеджменте делать. Я практикую такую вещь, как обеды с наложением. То есть, допустим, делаю 1 час с хвостиком 3 встречи и в одном и том же ресторане. То есть там 20 минут и салат с одним, горчее блюдо с другим, кофе и десерт с третьим. И получается, ну, просто более эффективно используем вот этого часа, часа с хвостиком времени. Я не читаю принципиально почту днём, почта — это вечер. Вечером семья легла спать и, не торопясь, уже вдумчиво читаешь почту. Сейчас я в активном очень семейном цикле. Для меня очень хороший отдых — это вот просто приехать домой пораньше, поиграть с детишками, погулять со старшим сыном, с рейдом сыном. Я на велосипеде езжу. У меня синдром молодого папы, который убивает счастья маленьких детей. У меня трое детишек, и это большое счастье. Мне очень легко. Я в своё время у себя слабость нашёл, которую я сейчас пытаюсь трансформировать в силу. Слабость заключается в том, что я достаточно увлекающаяся натурой, то есть я могу загореться какой-то идеей условного вечного двигателя. Это есть вот типаж людей, я себя к ним отношу. И я для себя сделал вывод, что у меня не может быть один проект. То есть вот есть люди, которые говорят, «Нет, я строил фармацевтический завод и вообще ни на что не отвлекаюсь». Я так не могу, мне скучно. Плюс я, наверное, за 20 лет наёмной работы свою дозу операционного руководства получил. И поэтому, когда ты не вмешиваешься в операционное управление, у тебя есть возможность делать 5, 6, 7, 10, 15 проектов. Есть такие, которые говорят, ну вот, уважаемый гендиректор Александр, нам вот туда и, кстати, надо сначала налево, потом направо, потом налево, направо, налево. И им пришло точно сказать, а можно вот нам туда и всё? А дальше я попытаюсь найти путь и, если хотите, вам приду, расскажу. Нет, подождите, сначала налево, потом направо, потом налево. Вот не хочется быть гендиректором в такой истории. Поэтому я очень верю в раскрытие потенциала людей. Если ты позвал кого-то с собой, ну пусть он набьёт шишки. Пусть он сам попытается пройти из точки А в точку Б. Уровень отдачи и вовлечённости на порядок выше. Сту лет тебя не слышал. Привет, привет, дорогой. Водные лыжи? Красавчики. Как бы я хотел с вами быть. Ты знаешь, да, я буду в Женеве. Давай, давай, катайся, не падай там, давай. Ощущение счастья в бизнесе для меня развитие, рост, какие-то новые технологии, новые идеи. Я получаю удовольствие от созидания, да. Ну, например, есть завод, который делает там цемент. Там 100 тысяч тонн цемента, да. Вот я не получу удовольствия купить этот завод. Он улучшит его так, чтобы он сделал 110 тысяч цементов. Вот если сделать какую-то альтернативу цементу, у меня какие-то смеси, добавки, которые при цене плюс 10% улучшают в 10 раз. Это без качества, это лучшая история, чем купить и там владеть цементным заводом. То есть изобрести что-то. Вот у меня склонность все-таки к инновациям. Сейчас я, как дельфин, купаюсь, вот ныряю в стартапах, российских, нероссийских, пытаюсь найти такие маленькие уберы, маленькие фейсбуки. Потому что подхватить их вот в очень ранней фазе, в ранней самой, и помочь вырасти из маленького что-то большое. Вот это ключевая история. Я, правда, очень сильно люблю людей и люблю развивать людей. Получаю удовольствие, когда со мной раскрываются люди какие-то, которым я помог нащупать нишу, отошел, они пошли и что-то сделали, создали. Получаю удовольствие, заработаю денежку, вот я получаю сопоставимое с ним удовольствие. А может быть, даже больше, в некоторых случаях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова